всем привет снова о камера включилась ура всем снова привет не успели мы с вами отыграть в игры отстримить игры с конкурса игры на одном экране как я решил еще немножко обкатать твич сижу так и думаю в фоллаут хочу первый поиграть думаю а что зря игре то пропадать если можно постримить только буду я это делать тихонько чтобы не разбудить мою любимую жену которая там сзади спит вот так всем привет привет дидей 1941 смотрите какую красивую штуку придумал для вас оп вот ништяк сейчас попробую запустить игру отлично игру видно прекрасно зашибись и так первый фоллаут 1990 хер знает шестой наверное год а так нет не все зашибись сейчас секундочку надо чатик поправить оп сделать вот так а потом вот так потом вот вот так вот все хорошо вроде теперь 1996 по моему год эпоха пошаговых рпг пошаговых всяких вещей и компания блэк айл и выпускает делает у нас фоллаут так хорошо давайте создадим срок персонажа возраст будет мой то есть а больше 35 нельзя жалко так хорошо давайте вместе подумаем какой нам нужен персонаж если вы здесь для этого конечно же я бы хотел бы чтобы у нас было больше красноречия например ой детей 1941 подписался ништяк спасибо детей 1941 красноречие легкое оружие которое нам понадобится в самом начале как минимум и наверное кража потому что кража это ну а че еще че еще прокачивать не знаю мне нравится у всех все воровать легким оружием пользоваться ну конечно же в первом фоллауте потом придется пользоваться плазменной винтовкой ничего энергетическое оружие мы потом прокачаем хотя может быть стоило бы сейчас поставить его потому что тут совсем 15 ладно так что мы берем дальше обычно я беру одаренный потому что это чуть-чуть увеличивает вот эти дела но зато вот эти дела при этом ловкость конечно же 10 силу меньше 5 опускать нельзя потому что нам станут недоступны многие пушки так садель пишет вот интересно в современном мире взлетел бы фалат 1-2 среди игроков как инди или уже мертво я думаю обязательно бы взлетел особенно среди таких игроков как я потому что например rpg atom который делается нашими ребятами который как раз очень похож на первые два фоллаута он сейчас очень неплохо мне заходит и скорее всего я его потом еще тоже постремлю вот так окей восприятие не взлетит как скажешь выносливость нахер выносливость лучше восприятие добавить привлекательность я вот не помню позволяет ли нам привлекательность в этой части позволяет ли привлекательность принимать в команду больше персонажей больше напарников ладно давайте что интеллект ловкость удача давайте удачу на 0 удачу на 1 чтобы всякая хрень с нами происходила привлекательность нам нужна и интеллект и наверное все сойдет так давайте еще вот эту хрень поставим чтобы было весело и камикадзе чтобы у меня было больше очков чего там реакции или чего короче чтобы я больше расходил вопрос скорее на аудиторию было хватит ли сил взорвать комьюнити или будет удел для гиков кому норм играть староподобные игры ну потому что ты олдскульщик говорит олдскульщик не олдскульщик олдскульщиков сейчас большинство и сейчас это как раз мы 30-летние мужики которые скучают по фоллауту по первому по второму мы сейчас составляем большинство оплатежеспособной нормальной аудитории которая не качает пиратки которая платит бабло за деньги так ну все наверное нормально сойдет води давайте сохраним оп на всякий случай если придется заново начинать ты здесь старый пердом возникла проблема большая проблема контрольный чип системы очистки воды отдал богу душу сделать еще один мы не можем этот процесс слишком сложен для наших здешних мощностей проще говоря у нас кончается питьевая вода нет воды нет убежища для того чтобы выжить нужно что-то делать и честно говоря кажется ты наша единственная надежда тебе нужно найти другой контрольный чип по нашим подсчетам вода в убежище закончится через 4-5 месяцев нам нужен этот чип мы отметили на карте местонахождение другого убежища поиски вполне можно начать там да и еще береги себя ладно так в общем у нас тут стоит стимовская версия фолла от перо о господи почему у сааделя красный красным выделено сообщение я нацелился на спокойное прохождение я хочу все что я в детстве недополучил этой игры получить поэтому именно поэтому я выбрал красноречие потому что многие вещи недоступны косноязычным так сказать персонажем вот я полагаю твое сообщение у меня выделено красным потому что ты конкретно мне пишешь да понятно короче у нас здесь стимовская версия с улучшенным с улучшенным отображением вот с русификатором от 1с такие дела и здесь как ни печально нет кнопки взять все валим отсюда хотя нет еще не валим отсюда сейчас здесь же можно еще зайти обратно в убежище по делам да привет игр салк кетч что входная дверь не откроете мне дверь прости но мы не можем тебя сейчас спустить ясно понятно потом значит зайдем обратно привет привет здесь музыка меня не заглушает и вообще звуки и все нормально прикольно нет никаких лагов звук хорошо меня слышно хорошо хоть я говорю очень негромко и вообще все прекрасно пошли уберешь 15 куда нам еще идти нам срочно нужно найти водяной чип и наше наше убежище ни хера себе здравствуйте на начальных этапах нет смысла стрелять прицельно я вам скажу потому что хер попадешь так хорошо что у меня есть стимпаки сейчас можно стрелять прицельно но по-моему я не попаду никуда ну в кого пускай отлично попал 20 здоровья неплохо зашибись пошел живу посоветуйте чего купить в стиме на 1.40 хер знает купи кота броникоты купи он сейчас примерно столько и стоит так давайте отдохнем до выздоровления чтобы у нас все было хорошо это я уже играл немножко и наиграл чуть-чуть сохранение есть у меня и у нас тут шейдисенс так как идти сейчас прямо смысл в 15-го убежище смысла нет потому что у нас нет веревки давайте сначала зайдем сюда и здесь все дела сделаем моя любимая часть игры save скам называется ну ты придурок мне нужна эта веревка просто необходима что у тебя есть у тебя есть импаки бабло то что мне нужно кстати в этой части серии со своими напарниками приходится так же торговать как со всеми остальными это плохо зато у напарников можно спокойно невозбранно воровать и это хорошо здравствуйте меня зовут сет чем могу помочь мне нужна некоторая информация информация о чем ты хочешь узнать я хочу узнать об этом месте шейдисенс мирное сообщество у нас есть своя оросительная система потому что мы выращиваем себе еду есть если бы не нашествие радскорпионов и налетчиков у нас бы не было проблем я хочу узнать о радскорпионах эти чертовы радскорпионы охотятся на наших браминов с тех пор как мы сюда прибыли неделя не проходит без того чтобы кто-то из наших не отравили кого-то из наших не отравили мы пытаемся их отгонять от пастбищ на прошлой неделе они отравили моего брата Джарвиса разла наш доктор ищет противоядие если у тебя есть какая-нибудь возможность нам помочь поговори с радешем нашим предводителем я хочу нет спасибо я хочу узнать о налетчиках существует несколько группировок налетчиков я руковожу нашими стражниками такими как я и мы отбиваем их атаки здесь неподалеку есть одна банда только отсюда будь осторожна хорошо спасибо пока нахер так игра SolCache конфигурации системы внизу у меня нет я думал это не нужно никому в принципе но у меня Core i7 процессор там оперативки сколько-то я не помню короче я потом напишу ладно винда седьмая x64 так напомни игру что ты упоминал что на на ней завис для old school хочу забылить посмотреть в смысле Atom ты имеешь ввиду Atom RPG Atom Atom RPG она сейчас по-моему в раннем доступе в стиме так давайте посмотрим что у нас есть у всех ух сколько много всяких патрончиков очень не хватает кнопки здесь все слушайте мы взяли шикарный перк все мажут мажут так критично что сами себя режут и бьют обожаю так здравствуй товарищ Ян здорово приятель похоже ты здесь первый раз как тебя зовут мое имя Дукат при этом знакомиться меня зовут Ян хотел бы больше узнать об этом месте мне что ты тут делаешь я служил охранником торговцев из хаба но меня подстрелили бандиты во время налета я получил стрелу в колено в стрелу я тут с тех пор как местные помогли мне вылечиться и до сих пор мои знания в внешнем мире делают меня весьма полезным здесь шейди сенс теперь мой дом я даже иногда бываю в джанктауне или хабе торгую там поскольку я единственный кто когда-либо действовал действительно покидал город так а где хаб и джанктаун хаб это большой центр торговли далеко на юг от шейди сенс им управляют несколько торговых групп торговцы водой красный карман и дальнобойщики от джанктаун далеко на запад и слегка на юг они поменьше но туда все равно приятно заскочить пропустить стаканчик за городом смотрит человек по имени Киллиан Дарквотер там он и хозяин магазина и шериф и мэр окей не мог бы мне помочь чуть-чуть твой опыт бы мне пригодился заманчивое предложение а ты мне это место а то мне это место уже надоело вот что стандартная ставка 100 крышек и договорились как насчет части прибыли в качестве оплаты хорошо я помогу тебе взамен на свою часть прибыли отлично парень теперь я могу у тебя просто так воровать так нам нужно с тобой знаешь как перестроиться держись на среднем расстоянии окей знаете в чем прикол в первом фоллау с этими вот напарниками то что с ними нужно торговать это даже в какой-то мере хорошо не то что у них потом воровать нужны эти вещи потому что когда ты с ними торгуешь все что ты ему вторговал оно идет без учета веса то есть ты можно сейчас Яну нашпиговать всем чем угодно и ему будет похер он будет с этим бегать ходить и прекрасно себя чувствовать а если бы мы ему просто так отдавали то он бы не смог нести больше положенного веса я из деревушки к западу отсюда я просто путешествую и не желаю вам зла ты перешел через горный хребет ну это было сложно но как видишь все получилось да пожалуйста так окей где тут телочка местная где Танди тусуется вот она кстати пацаны кого будем отыгрывать нормально пацаны или мудака меня зовут Дукат да немного скучновато да почему ты отсюда не уезжаешь жестокая ситуация можно задам можно задам несколько вопросов что здесь происходит что здесь происходит но такой большой путешественник как ты я уверена знает это лучше меня нет проблем что-нибудь еще ясно кинуть вести сюда ну ладно хер с тобой давай 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 не чихай так давайте сюда заглянем нам нужно если мне не изменяет память две веревки вторую веревку можем найти здесь вот она даже молот есть ништяк так все больше ничего здесь нет хорошо вот этому парню если у нас прокачана хорошо наука можно посоветовать дела так что ты здесь делаешь я фермер много лет назад мы оборудовали в пустыне системы вращения полей конечно на такой земле сложности выращивать но мы стараемся главное терпение и время о боже сказуб спасибо за подписку ясно ему ничего нельзя посоветовать у меня там кт шуршит фантиками здесь по-моему в принципе ничего интересного нет есть еще веревка просто веревочный магнат ой окей почитаем книжку эта книжка нам прокачивает навык путешествий короче благодаря этой книжке мы можем благодаря этому навыку мы можем отказываться от случайных встреч если они у нас если этот навык будет у нас достаточно высок так давайте сейчас отдохнем до выздоровления а нам не надо отдыхать отлично что же давай отведи-ка ты меня знаешь что к скорпионам ты уверен что ты хочешь чтобы я показал тебе дорогу к пещерам скорпионов я туда не пойду на дорогу покажет могу пойдем покажи так здесь у нас два варианта решения решения вот этого вопроса первый вариант самый простой но нужно иметь взрывчатку здесь вот можно взрывать взрывчатку тогда вход в пещеру скорпионов завалится и мы решим проблему зато нам дадут меньше опыта вот есть вариант получить немного дюлей потратить немного патронов зато получить больше опыта ну и взрывчатки у нас тупо нет поэтому я полагаю что это самый оптимальный сейчас вариант твою мать как так вообще так мне не хватает очков действия чтобы зайти в инвентарь ясно ясно так патронов не хватает хватает тут темно так пожалуйста не машь больше так сильно твою налево ужас какой так а где ян ты че здесь стоишь придурок мне нужна твоя помощь что вообще так иди сюда говно будем с тобой торгов сюда иди говорю так секундочку секундочку подождите меня там что-то код делает у меня такой интересный код если его вовремя не поймать он может где-нибудь не там насрать например а так ян нам нужно с тобой подороговать немножко эту хрень забери ну и все пожалуй сюда иди говном это код начал проявлять активность в самый неудачный момент и походу я выстрелил так удачно что выронил оружие опять ништяк я выбрал перк я чувствую много лоузов он нам принесет все сдох второй где товарищ о господи давайте по одному парни да попади ты мать твою ни хера себе раз скорпион критический пор промах сам себя еще и на землю упал ништяк ништяк перк только надо было удачу повыше сделать то я сам тоже постоянно вот так вот критически мажу нахер сам себя застрелить могу с такими промахами скотина тупой мудак а вот реально зато скорпионы сами себя мучат поди пожалуйста слабо уровень дали так что прокачать красноречие может быть а может давайте легкое оружие не то ну давай чувак стартуй для тех кто не в курсе я стараюсь чтобы первым атаковал именно противник потому что у меня потом будет два хода если первым атакует противник тем более умеющий перк камикадзе есть так давай-ка надо мне разгрузиться немножко пойдем у нас есть еще работа ян а у меня патроны заканчиваются зашибись кстати как там бронебойные интересно себя чувствуют так это последнее место где есть скорпиончики поэтому сейчас мы с ними разберемся ну-ка бронебойные против скорпионов каковы я сейчас и не подберу пушку да ну что скорпион стоит мешает ой ладно о отличный подобрал хватит твою мать и ронять оружие придурь мне чё патроны кончились у яна что ли я пойду кстати неплохо бронебойные работают ее корнева бы так ладно в голову и стимпаков по халам тогда слина хоть твоим от нихера он мощный болим ян сделай что-нибудь какого хрена за бага вал что ли у меня ян давай ты будешь использовать свое лучшее оружие все спасибо ты же вроде с пистолетом ходишь какого хрена происходит пожалуйста не роняй пушку спасибо ян мать твоя патрону кончается что я понять могу но нож забрать на хер оружие свой используй мудила так вы что остановили рад скорпионов все мы получили опыт за выполнение задания теперь рад скорпионы не будут угрожать шейди сэнс пошли забирать награду чё там в чате сколько людей нас смотрит всем ли нравится то что они видят хорошо меня слышно хорошо меня видно чё тишина такая весь наш городок благодарите за то что ты уничтожил рад скорпионов спасибо тебе ну пожалуйста давай пока пойдем наделаем делов пойдем наделаем противоядие привет привет старый штаблет ой да что ты что ты так меня есть проба ядер от скорпиона давай делай мне противоядие еще раз так у меня есть два теперь могу теперь братана вот этого чувака вылечить который на входе стоит здравствуй привет прости на себя у него очень хорошо чувствую нагло от не братан все мы вылечили джарвиса спасибо большое что помог мне меня зовут джарвис я младший брат сета спрашивай что нужно расскажи про брата сетт хороший боец он очень предан своему делу порой даже слишком но он преданно служит и благополучию нашей деревне расскажи мне про город в общем шейдисенс был основан великим предком нашего сегодняшнего предварителя ордеша он бы мог тебе больше рассказать об истории у нас есть колодец и ирцан или рогационная система так же справляемся мы неплохо спасибо твою мать я тебя сейчас вылечил а ты ничего сказать мне не можешь так ну и больше нам тут никто не не даст делать делать противоядие потому что темно и он будет нас выгонять поэтому сейчас мы ждем до утра так и давай-ка парень ты мне отдашь хвостики стоять отлично привет банка сайры и чай тебе тоже приятного стрима чувак спасибо что смотришь делаем противоядие получаем урон от яда твою мать нужно срочно что-то делать а он же нас может вылечить так меня отравили мать его теперь ты здоров спасибо братом спасибо дело еще противоядие я все еще получаю урон от яда вещи сдохну нахер да и ранен давай давай есть бабло то такое отлично все меня вылечили так еще есть у меня еще целых три хвоста хорошо придется еще раз подождать до утра и еще час хорошо так мне почему-то такое ощущение что чатик на экране немножко растянут ну ладно фирс на дело еще противоядие чувак больше противоядие богу противоядие и 3 хорошо как раз хватило так ты иди сюда будешь у меня складом вещдоков давай сюда и пару веревок мне хватит спасибо что ж пошли 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 в 15 убежище танди еще пока никто не выкрал поэтому поэтому все хорошо пока нам сделать ничего больше весь наш городок благодарить спасибо до свидания а ты меня поблагодаришь телочка добро пожаловать шанс шанс есть водяной чип на самом деле да мы обрежем доме убежище 15 был такой чип я не нашли я не была там с тех пор как меня раненый шанс что ты его там найдешь говорят кто-то пытался проразу убежище что посмотреть но там остались что там осталось на там было темно а лифт сломался надеюсь будешь лучше подготовлен двух круто если что придется тебе делать так как мы искать в развалинах или торговать если на тебя нападут враги принесут тебе дополнительное снаряжение ясно короче такой туториал небольшой стоит здесь волосами размахивает и так идем 15 убежище по своим делам я можем можем и крейдером наведаться и ко всем на свете о здравствуйте что-то я не помню что без скорпион был наверное потому что у меня удачи нет ты сдохнешь нет спасибо так даже не буду его лутать еще раз крыски по крыскам надо стрелять из вот этого нахер мне этот хим свет не знаю да твою мать чувак давай без вот этого вот получив голову проклятый кротокрыс сдохла она вот это вот хорошо так можно туда еще пройти здесь у нас тоже есть шкафчик ловко я промазал а другое дело это лучше чем куда срана хим свет и так здесь у нас нет лифт не работает поэтому мы используем правильно веревку спасибо ян ты очень любезен вот здесь у нас по моему лежит пп 10 миллиметровый по отличный уровень и у нас наконец-то вот эта штука и нам конечно же нужен быстрый доступ теперь мы будем за три очка действия заходить в инвентарь что очень хорошо давайте красноречие прокачаем наши на всякий случай чтобы мы могли потом убалтывать всяких гандонов о да здесь кожаная куртка ништяк моя первая броня кстати это знаковая броня и она была позаимствована из безумного макса потому что там у собственно макса оригинального не того который дорога ярости у макса это любимая одежда была второй части помнили в первый не помню даже кожаная куртка с одним рукавом кожаные штаны такой чувачок модный был так еще патрончик есть еще патрончиков нет здесь я как не проверял по моему нельзя ничего взорвать и вообще только вниз у нас дорога ничего не даст а вот сюда же надо спускаться ее корней бабой ядрить его в корень код там забавляется опять так давайте сохранимся сохранения лишними не бывают здесь это точно особенно с удачей моего персонажа может так критично промазать что сам себе мозги вышибет нахер что еще с кем-то надо воевать ну зашибись и пушку просрал в смысле дезинтегрировался что ли оружие уничтожено зашибись вообще хе 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 че этим драться блять о господи ладно давай ян делай дела куда ты пошел дебила кусок господи с кем я работаю с кем приходится работать чем ножом не дал забавно аж оружие дезинтегрировано нахер за то что я промазал ян пожалуйста сделай дело здесь есть пушка и сесть взрывчатка и граната сейчас я тут всех подорву нахер короче давай ножиком и ножиком если ты ножиком неплохо неплохо управляешься да о наконец-то отлично вот та самая пушка которая говорил полная полная хорошо так еще лучше было бы немножко восстановить здоровье так давай постараемся эту этот пистолет пулеметик не сломать пожалуйста хера он головорез я пожалуйста перестань ты же можешь из пистолета стрелять спасибо большое так здесь чем тищем здесь больше никаких ящиков нет так вот здесь у нас патрончики лежат 10-ти миллиметровый bb что здесь больше ничего не лежит да да чё такое крыски просто похер да ну и ладно мне тоже было похер явно оборот даже не залупался до и здоровых мужиков которые которые могут навалять иллюзорно так расположены в этом направлении отсеках уберечься очевидно было много хрупкого оборудования которое сейчас уже уничтожено вряд ли там найдется что-нибудь ценное давайте на компьютер посмотрим я не здесь что ты скажешь здесь тоже ни хера не осталась цена зато он там есть шкафчик которым есть патроны к магнуму больно кусается так и и по-моему где-то книжка должна быть если меня не изменяет память я вообще нормально меня слышно да я думаю нормально судя по уровню звука игра не такая громкая хотя хрен его знает скажите в чате нормально меня слышно музыка не сглушает меня такой в пол голоса сижу бормочу себе под нос нужно кричать на самом-то деле ага получаем 500 единиц опыта просто подойдя сюда хорошо мы узнаем что нихрена водяного чипа здесь нет придется искать где-то в другом месте такие вот проблемы у нас ребята я полагаю что как любой порядочный воде на чипу рискатель если есть такое слово нам нужно вернуться в убежище и доложить что мы нихера не нашли короче в пятнадцатом убежище херстовый хорошо давайте здесь отдохнем до выздоровления 9 человек смотрит ничего себе офигеть голос хорошо слышно хорошо хорошо слышно голос чё пойдем в тринадцатого убежище там есть чем поживиться в принципе поэтому мы туда и зайдем сейчас простите код разыгрался как всегда в 12 часов вечера окей привет всем привет как дела как жизнь можно его думать мы часть прикат припасов поскольку твоя задача столь важна можно брать пайки и не забирать но не забирать слишком много у нас мало осталось их хорошо я постараюсь так вода мне нахер не нужно в принципе это не типа в очередь устраиваться что воду получать прикольно первый раз такое слышу вижу слушайте я такого раньше не видел чтобы они здесь устраивались в очереди получали в воду прикольно да значит вовремя пришел получается так вода нам не нужно как ни странно товарищ товарищ выходить из убежища не хочет пить и есть на просторах пустоши давайте попробуем с компьютерами взаимодействовать это терминал контролирует запасы водишки хорошо так удастся ли мне уболтать вот это вот мадам неинтересно привет отложи оружие сейчас господи какая грозная почему дверь убежище заперта нужно держать оружие в недосягаемости тех кто не имеет к нему доступа а у кого есть доступ смотритель я из службы безопасности и все похоже что только те кому она нужна имеют к нему доступ на только те кому она нужна могут получить оружие что же мне нужно пожалуйста открой дверь он раз ты так сказал значит так и есть открыть для тебя ништяк прошлый раз я не мог ее уговорить спасибо нормально ножи ножи нахер ножи стоит ни хера о дробоган двуствольный норм спасибо чикса подробь жизни обязан удачи надеюсь ты справишься с работой спасибо подруга я тоже надеюсь нормально так зашлись сегодня сразу же два интересных события получили то есть раздача воды еще и тёлку говорите с умудрились плохо но я заметил что уровень радиации довольно низок почему бы нам просто не выяснить и из убежища мы это уже обсуждали раньше ты ведь только что оттуда снаружи думаешь остальные тоже способны там выжить тому же я ведь останусь не удел тут я решаю все организационные вопросы а делать я ничего особо полезного не умею честно уже я понимаю что это непросто но мы все рассчитываем на тебя и времени у нас в обрез пожалуйста попытайся найти чип хорошо найду я чип не ори только тупому нет смысла вообще с ним что-то базарить в принципе можно уже отправляться ништяк ну тут заскочили двустволочку получили круто понравилось давайте посмотрим что на втором этаже по-моему тут ничего интересного нет если мне не изменяет память кто-нибудь кому не изменяет память скрыть здесь есть что-нибудь интересное помню через не шкафчиков ничего так что валим отсюда твою мать стой первый этаж так здесь по у нас доктор находится да здоровье у нас полная полная пойдем просто поговорим с доктором тогда что он был в курсе что мы в курсе что он здесь есть вот этот доктор нет нет вот этот а как продвигается поиски мне нужна помощь мне кажется с тобой все в порядке за час когда потребуется лечение хорошо помощь мне твоя не нужно еще и чернокожий ух так еще одна проблема этой части в том что здесь нет функции толкнуть человека который загараживает который загараживайте проход такие дела то что двери постоянно закрывается это тупо чё шкафчики есть сера ладно идем отсюда что такое здоровье здоровье маленький поздоровайся здравствуйте я бронекот как возделен едут мешаю хозяину стримить игру мешаю хозяин все давай валяется жестяной засранится так куда идем в шейдисенс идем пошли в шейдисенс там сейчас скорее всего танди уже того того этого ты того этого так ну давай проверим нашу новую досугу твою мать уничтожено ты серьезно не нахер я загружусь лучше реально нахер так прекрасно что у нас с подругой нашей случилось ее уже нет по-моему хорошо пойдем ее вызволим на всякий случай слава богу ты здесь мне очень нужна помощь пропала моя дочь танди я не знаю что делать мы пытались ее найти я отправил три отряда на поиски но до сих пор никто не вернулся ты поможешь мне кто мог ее похитить считаем что это сделали налетчики они мстят за то что мы им сопротивляемся возьми это копье его нашли там где последний раз видели мою дочь ух давай ладно поговорю с этом я пошел с этом поговорить это же свет да это сет давай сет рассказывай благодарю дхарму за то что ты благодарю дхарму за то что ты здесь странник мою девушку ну да анти дочери а даша похитили мы думаем что это дело рука налетчиков а где эти налетчики они на юго-востоке поспеши прошу тебя не знаю что они с ней сделают ням 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 хорошо пойдем я ее освобожу я не знаю давайте нормального пацана отыгрывать но делать я собираюсь не неожиданные выборы то есть я хочу например помочь гизма вместо нашего доброго друга хелена дарк вот рам здорово гору подвижку рука цель твой да спрячь оружием ладно ясно спрячь оружие и поговорю стой ты выглядишь на все 100 спасибо так вот с этим чуваком поможешь поговорить что ты хочешь я ищу девушку по имени тандии нет не знаю что ее разыскивают если я ее убью мне неплохо заплатят я тебе не верю по моему у тебя что то есть на уме но если ты говоришь правду а лучше сам получу деньги в смысле ты охерел правда как она выглядит ростом чуть ниже меня волосы темные она из шести сенс да она здесь ее держит в доме только знаешь не говори гору а то он потребует часть денег ясно короче варианты какие у нас смотрите можно еще всех просто убить и вызвали девушку можно короче ее выкупить вот вот этого вот вот этого чувака можно ее выкрасть вот здесь вот зайдя сзади и открыв вот это тут дверь а можно даже вы выиграть в рукопашную схватку с ним на ринге я думаю мы сейчас именно этими займемся если он конечно же предложит такой вариант событий так я кстати его могу и это запугать я хочу чтобы ты освободил девушку хм что ты можешь предложить за ее освобождение а можно биться можно короче ее его запугать потому что у меня красноречие нормальное я могу его запугать но я хочу биться с ним отлично будет биться без оружия сможешь меня победить девчонка твоя если вырубишь уйдешь ни с чем вырубишься ясно сейчас будет интересный бой с самонаказыванием ой только не падай пожалуйста и давай ему В пах Так, как мне дела-то, ранен? Иди сюда В пах На, хе-хе, падла На тебе, бабушки, на тебе еще Здесь, кстати, по-моему, не различается вообще Ногой ты бьешь или рукой просто Бьешь и все Так, давай не надо только падать Дружок Ах, у меня даже нету Стимпака Ни одного, да? Уф, раненый До сих пор раненый Ладно, в голову попробуем попасть Не попали Так А ну, чики-брики Почему не на ютубе? Еле открыл эту стримерскую платформу В смысле, еле открыл Ссылку Тыкейши и все, она открыта Не на ютубе, на ютубе, потому что Потому что там неудобно стримить Вот почему Привет Тезекатаха Тезекатаха Ой Сам себя промах Промахнулся и искалечил себе ногу Господи По-моему, он мне сейчас наваляет Да я сам себе сейчас нахер наваляю Все, он меня убил Зашибись С телефона тяжеловато Ну, прости Я не знаю С телефона, наверное, вообще нигде неудобно смотреть стрим Ладно, давайте Короче, я его просто Напугаю Ладно, я тебе верю Забирай девчонку и не возвращайся Иначе испытаешь силу нашего гнева Давайте сохраним И полазим Ладно, не буду я лазить у вас в шкафу Сдолбарин Танюха Пойдем со мной Танюха у нас сейчас Временно наш компаньон Почему она за мной не бегает Я не знаю Танька Иди сюда Давай выбираться отсюда Боже мой Боже мой Боже мой Убив Самого-самого первого парня Который у нас Стоит на охране Весь наш городок Я вообще-то не только Рад скорпионов Освободил Привет Я боялась Что тебя уже нет в поселке И мне не удастся Поблагодарить тебя За спасение Вау Это было здорово Приключения Опасности В любом случае Если я тебе могу Чем-то помочь Только скажи О Катаха 250 рублей Спасибо, чувак Новым стримерам И старым знакомым Спасибо, чувак Так Интересно Она мне даст? Не, она мне не даст Но я все равно Попробую Не даст Ладно Я тебе только что Жизнь спаса Ты Падла Ой, да ладно Они ничего мне не скажут Интересно Пойдем Заберем свою награду У этого парня И уже валим Наверное Джантаун Я в необладном долгу Перед тобой Вот твоя награда Спасибо До новых встреч Друг мой Давай Не кашлей За филе процветает Да Бывает Ну а кого Она еще мне предложит Никого Хотя Это же Fallout Как здесь есть Проституция И даже Детская Так Хорошо Куда мы идем Пойдем Джантаун Наверное Да Или Замочить всех Рейдеров Пойдем Замочим Рейдеров Получим Себе Броню На халял Даже Весело Будет Это ты Зря Чувак Зашибись Обожаю Кожаную Броню Она такая Крутая Выглядит Очень стильно Так Я не могу Выйти Из боя Зато Я могу Сделать Вот так Так Они тут Вроде Бронированные Все Это же Бронебойные Бронебойные Хорошо Заходи По одному Так Чувак На хер Ты мне Закрыл Тут проход О да Это Анимация Смерти Да Были Хорошие Игры Да Были Хорошие Уфу Или Первых Вторых Героев Ну Уфу Возможно Героев Я не Очень Люблю Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ запишут потом сушить у них там прямо веселье происходит а ты че убегаешь ян ты уже почти мертв при смерти охереть ладно будем сейчас отвлекать на себя внимание слушай пи я прям вообще жгу и отжигаю я не убегай далеко дорогой надо ему дать пару стимпаков суши ништяк вообще все все сдохли спасибо хороший пистолет которым я никогда не пользовался ян иди сюда держи стимпаки всю херню окей держи вот это вот это вот вот это и вот это вот гранаты взрывчатки все это мне ни к чему веревки так отмычками тоже пока не к чему отлично вот нельзя по моему броню ему на него надеть так удачи тебе в этом нелегком деле работать удачно поработать тз катаха т3 катаха бери самое лучшее оружие и ему нельзя к сожалению на него надеть броню это плохо чуть такое бафаут так цены мы уже сняли чики чики-брики о да говорит это анимация смерти обожаю тоже эту анимацию смерти чувак тут еще если из лазера херачить то можно пополам чувака разобрать например вот это тоже ништяк и вообще как-то игры раньше добрее были что ли кровище мясо кости мозги ништяк и сюда красавчик и еще кто-то еще кто-то хочет чё это коктейль давай сюда проданы продам так по-моему на чуваке пора я могу отдохнуть не могу он но чуваке пора применить стимбак стой на месте стой на месте стимулятор применяем на существо ян и я у нас теперь тяжело ранено выглядит хорошо хоть не при смерти так я думаю в принципе нам хватит на первый раз брони набрали патронов пушек нормально пойдем отсюда нет работы ништяк тоже неплохо пойдем джантаун ну чё пацаны кто соображает окей логично вообще у вас можно носить оружие хорошо спрашиваю в городе нельзя размахивать оружием направо налево носить его с собой разрешено но только для самообороны не лезть драку не целься ни в кому не цепляс никому хорошего дня кто чё скажет оставим на троне гизма или мочим его heroine me подписался спасибо чувак за подписку тз катаха подписался спасибо чувак спасибо спасибо что смотрите так тёст можно заняться полночим пока конечно ты на нашей стране есть магазин кельяна даркватера нам нужно прикупить там можно прикупить кое-чего есть казино у гизма если любишь играть иди или если хочешь выпить иди прямо в грибную яму окей пока она пока тут ничего интересного нету пишите в комментариях будем гизма мочить или будем даркватера ставить осмочить кого бы мочить говорите кого бы мочить измель даркватера так игр игорь соул кэш игорь соул кэш подписался спасибо чувак за подписку как дела норм можно доктору поговорить с тем парнем вот флэш он тебе поможет вот это флэш что ли док морбит флэш неплохая погода когда помог от души мочить гизма мочить гизма ну это же стандартно это же стандартный хороший парень мочить гизма вот вот ты знаешь игр с ол кэш что на самом деле если замочить килина даркватера и оставить гизма править городом то в конце в концовке мы получаем хорошую концовку за джанктаун то есть при гизма джанктаун процветает а при килине даркватере нет вот так вот я док морбит чем могу помочь мне нужна помощь давай посмотрим вы получите полностью здоровье обследование стоит 10 баксов ладно на возьми чувак что у тебя есть в карманах 2 стимбака я окуплю свои 10 монет е спасибо так здравствуй дорогой это металлический стол покрыт какой-то биомассой здесь у нас короче человеческое мясо должно быть здорово что ты здесь делаешь твой босс приказал мне спуститься расчлененка уже почти готова к отправки к публи к отправке в хаб так замочим обоих в чем проблема будем идти на хороший вариант я хочу замочить килиана их можно кстати да обоих замочить но по моему будет вариант если обоих замочить то получится вариант все равно с гизма то есть то есть кого-то его гизма остается то есть а может быть и нет хер его знает ладно фиг с ним так ну да и как раз за ней тебя послал боб владелец игуанятины игуанятины много мяса он будет доволен боб продается еду из человечины да у дока морбидо лучшая человечина в округе свежатинка окей давай братан пока не трошу еще доктору о человечинка хорошо у нас там будет собачонок которого можно будет подкормить немножко так а если не убивать кого не убивать никого не убивать два херня получится тогда вообще квест не сдадим чё ага вот чё ясно понял не зря сохранился значит так но я же уже как бы уже да я уже с ним поговорю хорошо она хер с ним о ну-ка я знаю тебе игуанни бобби грязный мясник что ты имеешь в виду я не могу беседовал с твоим троллем его глаза бегают в разные стороны это ничего не доказывает греч немного туповат здесь никто его не слушает лучше тебе уйти ну ладно а я лучше загружусь а то это самое вдруг мне в спину сейчас нашпигуют ладно пошли дальше наверх здесь здесь у нас кстати сейчас будет догмит собачонок с которым можно побегать пойдемте сразу пройдем за собачки здарова в чем проблема мистер я бы был бы счастлив если бы вы помогли мне избавиться этой проклятой собаки откуда взялась он был питомцев одного из путешественников когда этот путешественник помер этот чертов пес притащил свою шерстистую задницу прямо к моей двери и не уходит он тут уже несколько дней сидит как выглядел этот путешественник кто был этот путешественник не знаю какой-то парень он сказал что пришел с востока чем-то мне не верится что-то мне не верится что он прошел через мертвые земли на востоке в общем он пытался вмешаться в дела гизма ясно но гизма приказал паре ребят покрепче выбить из него дурь искренне скажи казино путешественник сломал свою дурную шею и помер пес просто остервенел а как он выглядел он был такой высокий волосы темные седые виски заикался немного одет был в черную кожу как он только в этом по пустыне ходил еще у него был дробовик тут имеется ввиду короче безумный макс у него был странный акцент австралийский и за ним повсюду ходила эта собака ясно это короче отсылка к безумному максу если что так финтанк ру в обзор в разработке когда я не попадал хрен его знает уже лет пять игре если попадал пойду искать я не знаю если если не подавали заявку значит попадали если не подавали значит не попадали гав собачка на места по хавой маленько вы получили 100 очков опыта за то что помогли филу разгадать собачью загадку осторожней с ней смотрю зубы острые так здесь ничего нет ясно пойдем к келену зайдем это не келен но мы сюда тоже заглянем у него тут шкафчики есть пыль пыльная коробка нахер мне нужна ну бабло спасибо спасибо большое сейчас у нас должна быть небольшая потасовочка а кто ты я дукат что мне сказать про город можешь джонктаун не лучшее место но это мой мы в основном торгуем или людей развлекаем давай им ненадолго забыть о трудностях конечно и свои проблемы у нас зонтуре а.к. не смог разобрать что там дальше написано надо шрифт поменять уведомление а то я не могу прочитать что написано спасибо за подписку чувак добро пожаловать так что за проблем у вас на нас нападают иногда ханы в последнее время правда они что-то притекают внутри у нас проблемы с черепами еще слышал что-то происходит рядом с хабом но до нас это пока еще не дошло то стучать бы по черепу моей тещи чтобы не сглазить ты владелец магазином может не такой большой как тот что в хабе но люди обычно находят здесь все что ищем смотри спасибо вот сейчас будет заварушка косоглазый мудак так у меня там бронебойный заряжен вообще да всем пока я спать приятного стрима пока чувак спасибо за спасение моей жизни смелый поступок похоже у нас тут проблемка складывается я знаю что за всем этим стоит гизма но нужны доказательства не хочешь помочь ну давай если у меня будут доказательства жители его просто выкинут из города как я себе это вижу тебе нужно ему либо жучок в офис подсунуть или на диктофон записать его признание справишься ладно очень довольно опасно ух ты прям как этот как его как его в игре престолов то кто они там господи всегда платят по долгам своим окей что ты имеешь ввиду не забывает о долгах вот что все что захочешь в этом магазине даже самая дорогая вещь твою бесплатно если выберешь пушку я дам тебе столько патронов сколько сможешь внести ну как честно ну ладно давай пока привет что за русификатор это 1с я бы на самом деле хотел бы оставить оригинальную озвучку с русским текстом но мне не удалось вот русификатор 1с так что прокачиваем давайте не знаю красноречие кража энергетическое оружие давайте легкое оружие нам сейчас заварушка небольшая свет предстоит да готово чуть есть у тебя есть вот чё ништяк охотничья винтовка чувак дай ко мне немножко добра может другое к себе нахер забрать кстати здесь же еще один чувак который можно здесь с собой сейчас мы его с собой возьмем скорее всего мне вот эти патроны отдай продолжить хорошо окей оп 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 это мы уберем вот так вот да сейчас мы чувака короче с собой возьмем скорее всего но сначала сходим вот сюда сначала нам нужно с черепами разобраться здесь помочь ребятам чем могу помочь чем можно заняться про джанта он расскажем я своими людьми работаю на килиндар кутра мы здесь поддерживаем какой какой порядок разбираемся со всякими убийцами ворами другими сволочами которые приходят из пустыни если хочешь добрый совет держись подальше от гизма этот кирп козел проворачивать тут свои темные делишки и мы просто пока не нашли достаточно улик но со своими лакеями банда черепов он со своими лакеями банда черепов выстроил в скорости получит по заслугам если килиан найдет что им сказать окей ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня ня-ня-ня-ня-ня ну так что вас законников останавливает того чтобы просто взять и посадить гизма и черепов это же нужно все правильно сделать мы знаем что у гизма там сплошное мошенничество но нам нужно порочное доказательство чтобы его арестовать также с черепами они когда-нибудь кого-нибудь забьют двоих мы их ловим и сажаем но ничего от этого не меняется у нас просто нет явно доказательств привязывающих их к убийствам или грабежам я мог помочь чувак черт если сможешь накопать на них что-нибудь мы будем благодарны за помощь если раскопает что-то про гизма иди сразу килиану если про черепов что разужинаешь скажи мне и мы с ребятами с ним разберемся отлично пошли сделаем кое-чего с черепами вот здесь у нас обитают черепа черепами тоже интересная история здесь есть несколько вариантов можно убедить их вернее не так можно их с ними закон тачить и они тебя пошлют на дело и тогда типа вступишь череповскую вот эту тусовку и все будет ништяк и тогда ты сможешь сказать про их делишки можно вот эту телочку уговорить она тебе тогда сольет информацию вот можно просто их тупо убить всех нахер привет мне нужен ночлег хорошо на ночь пожалуйста спасибо пойдем мне уже открыли дверь да давай поспим хирак слава богу ты здесь какой-то сумасшедший взял синдию в заложники он грозится и убить ты должен нам помочь пойду посмотрю сохранимся ян ты такой бестактный все они походе я ее грохну клянусь к чему насилие давай поговорим ты в каком мире живешь в настоящем мире кровь течет понимаешь кровь течет и она зальет всю эту комнату если ты отсюда не свалишь мы можем это обсудить чем я могу тебе помочь о блин смешно кто сказал что мне нужна помощь чувак ты сам удерживай эту женщину в заложнике ты просишь о помощи я могу помочь я должен подумать погоди секундочку я ля 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 стой там я не хочу и причинить вред но я сделаю этого зачем тебе причинять и вред она смеялась надо мной они все надо мной смеялись они заплатят за это клянусь и я тебе верю давай решим этот вопрос окей ты говоришь как нормальный человек но никто раньше так не хотел мне помочь думаю нам еще есть о чем поговорить что то дальше ты мне скажи ты же главный мне нужно немного денег я хочу уйти отсюда спокойно не меня никто не может понять и за мной никто не должен идти денег не давно ты можешь просто выйти никто ничего не будет делать я обещаю ну и ладно мы все сделали спасибо что помог синти и с ней обычно не бывает проблем а тебе полагается хороший сон за мой счет но не клянче у меня другую халяву спасибо нет проблем комната номер один идите за мной вот такие пироги пацаны мы решили проблем спасибо за то чтобы что-то сделал никто еще так не заботился обо мне я могу действительно позаботиться о тебе позже это все о чем ты думаешь господи ну и люди опять ты чем могу тебе помочь в этот раз у меня есть 40 баксов а у тебя есть 10 минут конечно зайка все что угодно ну стерва бесплатно не хотела дать нормального пацану ладно пойдем поговорим с подругой но поздравляю наш персонаж лишился действенности кто ты и что ты здесь делаешь я дукат я здесь недавно по видимо ну да так как все знают все знают что это территория черепов ты бы лучше валил отсюда пока никому не вздумалось сделать тебе больно черепа а кто это это мы самая крутая банда в городе вообще-то мы единственная банда но никто не смеет с нами связываться о как вроде как заправляете всем городом так о да никто с нами не связывается ну кроме наверное киллиона но он действительно крутой он тут типа жерифа а мы делаем все что хотим а почему ты тусуешься с этими парнями мы как семья мы забудемся друг о друге ну кроме акулы которые вечно все портит и виктора который всегда смотрит на людей как-то странно но винни крутой чувак мы вместе мутим всякие темы но мы типа друзья и все такое такая бодяга а чем вы занимаетесь опа и лазавр подписался спасибо чувак за подписку добро пожаловать в этот тусуемся бывает играем у гизма или зависаем в выгребной яме иногда выполняем всякую странную работу для гизма или всяких путешественник виктор любит выслеживать людей подумай об этом и лучше держись у него подальше ты работаешь на гизма что ты можешь мне обо нем в нем рассказать это большой толстый мужик владелец казино он не хочет править всем джантауном но киллиан сдерживает его правда он платит весьма неплохо иногда он нанимает винни или виктора чтобы они разбирались с теми людьми кто приносит ему неприятности как например с тем незнакомцем который приходил сюда пару недель назад а кто еще в банде ну есть виктор и акула который тусуется в выгребной яме и винни еще парочка ребят которые время от времени здесь останавливаются а где выгребная яма ну выгребная яма это грязный бар к северу отсюда около казино гизма спасибо что у вас и что у вас не надо интересного было если честно немного тут особо ничего нечего делать ну акулы как обычно устраивают всякие драки в яме а что то еще можно делать ну вы всегда можете попробовать что-то новое у вас же должны быть какие-то таланты способности хобби ну я типа люблю рисовать и винни говорит что я неплохо готовлю но я имею ввиду всем нам весело круто ты понял на что ты собираешься делать когда вырастешь чем ты будешь заниматься когда будешь зарабатывать как ты будешь зарабатывать на жизнь я об этом как-то особо не задумывалась ну вообще-то вини и виктор как-то зарабатывают деньги акулы иногда подрабатывать его хранителем ну не знаю ты бы как-то пыталась выбраться из этого всего пока еще есть возможность думаю да я никогда об этом особо не задумывалась готово все нам теперь нужно всего лишь принципе подождать сутки и и и она нам сдаст черепов будет готова работать против черепов короче с местными властями такие дела а мы пока что здесь своими делами займемся а вот у нас бар есть пойдем завербуем еще одного чувака так нет мы чувака не завербуем пока пока сделаем вот так мы стыбзим урну окей и валим отсюда придурок куда ты все хорошо итак давайте до вечера подождем немножко появился на о появился на это хорошо здравствуй мил человек добро пожаловать в бар выгребная яма чем могу быть полезен что случилось с призом который стоял здесь какой-то ублюдок украл и и это не был это был не приз это была моя урна с прахом моей жены помимо этого бара это самое ценное что у меня есть в жизни о как ладно давай спасибо но чувак куда ублюдок украл ее этого не приз ага-ага-ага ладно так а как ему тогда вернуть эту урну давайте так попробуем на ах ты дрянь спасибо ты даже не представляешь как много это для меня значить ого заварушка их твой мать ясно ништяк тут броня халявная спасибо чувак с тобой все в порядке 2 проводим но я вам что будете пить вы на ничего спасибо давай короче так чувак вот ты мне нужен новое лицо путешественников тут пятачок за пучок ну ты не похож на остальных выпишешь со мной конечно ебт отлично надеюсь ты не возражаешь если твое пыло хорошенько польют водой они тут относятся пиво как к растению коржки ну что расскажешь о себе я тебя тоже могу такое спросить но в знак дружеского расположения я первый расскажу меня зовут тихо я пришел с востока из земли которая когда-то называлась штатом невада о как же ты преодолел все эти опасности меня очень хорошо натаскивали да и оружие у меня было очень неплохое мой дедушка был следопытом давным-давно а потом научил отца всему что знал сам папа передал все мне так что я знаю достаточно чтобы не пить священную светящуюся воду так сказать у самом деле нынче выжить не так уж и просто а ты наверное много знаешь да ну в общем мое семейство научило меня всему что нужно знать о выживании к примеру никогда не пить воду в которой нет ни насекомых не мха только ядовитая или радиоактивная вода будет такой чистой в пустошах ну и еще кучу всяких проблем вещей например ну если у тебя есть некоторое время я мог бы кое-чего тебе рассказать конечно давай надеюсь мой небольшой обзор тебе поможет спасибо пока стой не так быстро мы ведь так и не закончили знакомиться помнишь как те зовут незнакомец яду кат познакомиться ходи осторожный друг об предыдущий раз чем могу помочь келен попросил меня помочь вычистить этот город и мне выпрекать пригодилась такая помощь хорошо самое время веди мой друг и давай малость почистим тут улицы я бы рекомендовал скинуть изма если получится все теперь чувак с нами что у тебя есть чувак 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 так ясно нужно этому парню все патроны скинуть для дробовика готово так и давай перестроимся на средней дистанции будешь стоять окей хорошо так как ух как хорошо так здесь здесь по моему ничего интересного можно он с чуваком такой побазарить да что ты здесь делаешь сова от души смеется ну я боксер ух ах что у нас ну что ж незнакомься работаю на гизма он владелец вон того большого казино там он там он платит бойцам неплохие деньги что тебе еще нужно знать как ты стал боксером мы с братьями в детстве постоянно дрались однажды небольшая банда налетчиков напала на джанктаун и я свалил одного из них на землю прежде чем тот достал пушку повезло так повезло но гизма проводил бои за деньги и а мне надо было зарабатывать с тех пор я и боксер а что случилось с твоими братьями моего брата джеймса убил убили налетчики пару лет назад прошло немного времени и другой мой брат даррелл собрал свои нехитрые пожитки и отправился в одно мифическое место называемое сияние в поисках сокровищ и так и не вернулся почему-то остался в джанктауне я здесь живу я люблю бокс мы стриж хорошо живем и у меня нет желания выезжать отсюда куда-нибудь еще а да я встречал триж она для меня очень много значит соук мульт брови но ей очень не нравится что я боксирую кажется она не понимает что это именно то чем я хочу заниматься чувак она заботится о твоем здоровье наверное она не может смотреть на то как ты себя постоянно как тебя постоянно сбивают и ты рискуешь на ринге своей жизнью для выгоды гизма если ты не сможешь с ней договориться ты можешь ее потерять я никогда об этом не думал в таким образом мне казалось она просто не любит бокс думаю мне стоит с ней побольше об этом поговорить спасибо отлично и тут мы получили опыта за свой базар за свое умение базарить пойдем гизма попробуем с ним немножко поработать здорово жирный я тебя я тебя убийца которого ты нанял не справился с заданием мафоксик добро пожаловать спасибо за подписку все ты знаешь так ладно ну давай кое-что предположим чувак ну скажем ты нанял человека чтобы убить Кириана убийцу подстрелили значит теперь тебе нужен настоящий профессионал Муха попробуй угадать ты и есть этот человек именно разумеется не бесплатно а почему я должен тебе верить потому что грязную работу местным не поручишь а я как раз из другого города конечно только господи такой медленный конечно только расскажи за что ты хочешь его прикончить ты не мог бы повторить это вот сюда мне в карман конечно нет конечно работа есть работа хорошо принеси жетон который Кириан носит на шее тогда я поверю что он мертв и помню мы с тобой ни о чем не разговаривали господи такой медленный вот мы и добыли доказательства того что Гизма хочет убить Кириана потому что нам не был жучок вот так вот сейчас мы наверное сейчас мы сейчас мы сделаем следующее подождем здесь до следующего утра а потом еще часок ну закроем и разберемся вот с этими делами здарова о опять ты знаешь что ты не если ты не из черепов то тут влазить опасно а ты не из черепов ну ладно ясно давай еще подождем немножко три мужика в одном номере народ до свидания мне надо уделить время битам и байтам Зантурия Казантий а это Зантий господи спасибо Зантий что смотрел спокойной ночи или удачной работы как пожелаешь так спасибо помог за мой счет пошли да давай подрыхнем что мне скажешь опять ты знаешь и не черепов ясно нарвался наверное надо уйти все таки из города чтобы у нее тут все устаканилось давайте попробуем так и и и и и и и если ты тут главного охраняя то я думаю у тебя есть информация нет ничего ничего у меня нет информации про черепов еще тогда выйдем из города ненадолго лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё о привет как поживаешь прошло время с тех пор как мы виделись мне нужна твоя помощь мне нужно показания чтобы убрать черепов от греха подальше ты хочешь чтобы я сделал я сдал вас своих друзей они приносят людям зло и будут продолжать это делать пока их не остановят ты изменила свою жизнь к лучшему теперь у тебя есть шанс помочь улучшить жизнь других людей ну они мои друзья но думаю они не должны причинять людям злом они действительно это делают я думаю тебе можно доверять ты ведь помог мне хорошо отлично будет короче челка тёлка сдавать нам этих гандонов пойдем получим за это награду так у меня есть свидетельство нелегальной деятельности в которой замешаны черепа так у тебя есть сведения насчет черепов что можно сказать рассказать про них я убедил шери одну из них подтвердить что они занимаются криминальной деятельностью отлично я зайду к ней задам пару вопросов простите лень что получу от нее всю информацию нужно чтобы позадить их всех готова есть 500 очков опыта ништяк 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 так ну и чё тут еще короче есть квест вернее задание на то чтобы сбежать из тюрьмы но ладно уж не будем сильно выпендриваться я потому что не знаю как убегать из тюрьмы у меня ни взлома ни крадучести ничего нет так ну чё чувак настал твой черед но как удалось добыть доказательства конечно признание первый раз в жизни рад слышать его голос спасибо дружище ладно теперь нам надо еще кое с чем разобраться я возьму все стимуляторы которые у тебя есть ну снова спасибо а кстати я собираюсь взять охранников и заставить гизма чесать из города вместе со своими дружбанами мне не помешал бы еще один стул идешь со мной вместе посмеемся ой зависит от того что я получу ну я могу тебе заплатить стандартную ставку наемника извини маловато это все что я могу предложить хорошо давай так и нам по идее сейчас нужно идти вот к тому охраннику к которому мы сейчас черепов задавали и там их валить вернее с ним идти потом валить гизма но после этого мы а гизма ну то есть мы после этого как бы пойдем сразу же валить гизма и у нас будет выполнен квест за этого чувака ух секонд Константин или как то так добро пожаловать спасибо за подписку короче так как мы решили оставить гизма у трона местного города валим кивиана так надо ему обычный патрон потому что килина вроде как без брони сохраняшка кстати прикольно сейчас тот чувак который а нам помогает вычистить город почему он кстати почему я кстати здесь мать вашу пацаны вы че сюда идите мне сейчас ваша помощь понадобится пошли пошли то есть и тениками не хотят ладно понял дурак придется килина валить самостоятельно давай очереди упор хе-хе-хе отлично ну что кто на меня падлы собакин сейчас будет раздавать им дюлей если конечно же сам себя не перекуса не покусает здравствуйте так спокойно товарищ собачку не трожите пожалуйста ееее хе-хе еще одна моя любимая анимация смерти в этой игре ой собачка сама себя ударила бедненькая все отлично так и что я ничего ничего такого но я получил новый уровень ништяк так что прокачать пацаны может быть взлом он мне сейчас кстати понадобится да я скорее всего прокачаю злом потому что мне нужно взломать вот это вот дело тут у кили она будет так отлично 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 сейчас кстати на меня будут агриться все охранники в городе пока что придется их тоже некоторых завалить по крайней мере на пути гизма которые будут стоять чтобы сдать квест что-то есть что у 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 ой здесь всякое слушайте что-то я прошу раз это брелок с ключами что что я прошу ростов всего не видел счетчик гейгера я уже не могу ничего брать что вес максимальный хорошо не вопрос иди сюда мой склад так так от связка ключей интересно брелок что он делает я посмотрим связка ключей отлично я надеюсь он открывает дверь по крайней мере вот вот этот вот этот шкафчик он откроет я надеюсь иначе придется долго и упорно его взломать так веревочку и возьму это возьму и вот это возьму вот с этой хренью я вообще не хочу связываться на очень неудобно и ну и к тому же у меня же есть товарищ бесконечный багажник двигать этого автомобиля практически так ну-ка заперто на заперто я смогу этим ключиком воспользоваться ничего не дает зашибись на хрень тогда эти ключи собака тайги иди в жопу мента тики воздушку даже не знаю стоит ей пользоваться или нет воздушку все таки а еще охотничьи винтовочка на случай если я свою сломаю и нихера больше так иди сюда чё ты здесь стоишь блин ян твою мать какого хера ты встал как вкопанный мне нужны отмычки а тебе мне нужно сдать вот эти всякие штуки тяжелые так иди отмычка . вот отлично давай ух у нас 10 зрителей прям аншлаг аншлаг и пановать сохраняемся и делаем следующую вещь стоим начинаем взломать о взломал легко 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 легонечко просто хера тут два косаря даже сразу не возьмешься так тебе надо разрядить для порядку отлично прям овощи с пол вздоха говоря ништяк ништяк так еще раз дадим я ну все барахло наше самом деле у него уже перегруз но благодаря тому что моему с торговым все вещи у него все нормально в в этом плане так ну я так полегаю все продолжить отмычки себе оставлю наверно так вот этому парню надо отдать патрон для дробовика вот отлично так теперь что теперь мы идем задавать задание я сдавать задание вот этим маршрутом чтобы чувака вот этого не убивать лишний раз а то нам еще карму подпортит будет неприятно сейчас тут еще на нас будут нападать местные придурки которые игроки или оружие сейчас те уберу оружие мудак и все творится ты видишь что творится идиоты всякие атакуют у этих игроков кстати полно бабла так спад вот какого хера дебила ладно сделаем значит так смотрите пацана он первым на меня залупился еще кто-нибудь ты легко все а ну давай всех валить спокойно оружие уберу сейчас все нормально я тут ни при чем они первые пацаны я на вашего начальника работаю все хорошо ух 125 денег ладно пойдем сохранимся на другую так наемники dark waters и в реальность существует ну да так здесь то не наемники dark waters здесь чувака фамилия киллиан dark water все клин мертв надеюсь ты мне благодарен а если не уеду просто великолепно получи деньги уайза и слушай тебе лучше уехать из города на некоторое время знаешь знаешь на всяких а если не уеду не уедешь здесь тебя и закопает все ясно договорились но помню с тебя причитается дружище уходи ну и я пошел тогда в принципе мне не нужно больше награды кроме как процветание джанктауна да так есть все валим из города здесь мы за ку а серьезно тыси ты же человек гизма какого хера происходит рассудком что ли стукнулся это что боксер с которым я разговаривал он же на гизма работает елки-палки что за хрень сказочный долг шлеп так ну что отправимся пока в хаб да наверное да и там уже будем наверно завершать потому что играем уже два часа я сегодня уже стримил игры с конкурса игр на одном экране ну поэтому больше пяти часов за день для меня стримов это слишком много я считаю так хорошо мы пришли в хаб хаб отличное место отличный город в общем то на этом наверное сегодня и все выходим выходим хорошо хорошо опа отлично фух спасибо что были со мной спасибо огромное спасибо много людей подписалось сегодня даже катаха мне первый самый первый донат занес ништяк в общем в следующий раз когда мы с вами запустим фалл фалл аут мы наверное начнем да не наверное начнем с хаба я не знаю куда это будет подписывайтесь следите за новостями наверное завтра будет а может быть не завтра хрен его знает вот так вот в общем сколько у нас 11 зрителей интересно сколько было в пике в общем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось подписывайтесь оставайтесь на канале будет весело с вами был дмитрий всем пока пока о